Доводы.ру представляет Последние слова человека, находящегося на смертном адре, имеют для умирающего и его окружения особое значение. Умирающий чувствует свой скорый уход, говорит окружению о самом важном, дает в этот момент своим близким наставления, изъявляет свою волю, объявляет завещание. Все внимание родных и близких приковано к нему, все внемлют его тяжелой, отрывистой речи. И, несомненно, окружающие сделают все возможное, дабы выполнить его последнюю волю. В 632 году в городе Медина пророк Мухаммад уходил из этого мира. Пророк, донеший до человечества волю Творца, желал в эти моменты оставить важное духовное завещание своей уме. В Сахих Бухари от Ибн Абаса передается, «Когда предсмертные страдания пророка, да благословит его Аллах и приветствует, усилились, он сказал, принесите мне принадлежности для письма, я напишу для вас то, благодаря чему вы не собьетесь правильного пути». Однако Умр сказал, пророк, когда благословит его Аллах и приветствует, отдалила болезнь. У нас есть Коран, и нам этого достаточно. Это Бухари на русском, вот Бухари на арабском, с указанием на издательство. Итак, что же тогда произошло? Пророк умирает. Он приказывает принести принадлежности для письма. Пророк желает записать мусульманам то, благодаря чему они никогда не собьются с правильного пути. Но процесс прерывает Умр ибн Аль-Хаттаб. В итоге завещание в этот день не было записано. Пророк Мухаммад покинул этот мир. Что же такого важного желал завещать нам пророк, благодаря чему мы никогда бы не сбились с прямого пути? И неужели теперь мы никогда об этом не узнаем? Дело в том, что посланник Аллаха Салилулаху Алейхи Валива Саляма озвучивал это завещание и до своей кончины. Это было несколько раз на протяжении последних месяцев в его жизни. Это послание зафиксировали многие источники. Речь идет о хадисе под названием Сакалай, то есть две драгоценности. Данный хадис дошел до нас в двух вариациях с отличающимся содержанием. Согласно одной группе преданий, его светлость пророк Мухаммад Салилулаху Алейхи Валива Салям сказал, «Я оставил среди вас две вещи, вы не впадете в заблуждение, пока будете придерживаться их. Это книгу Аллаха и сунну его пророка». Это согласно одной группе преданий. Согласно другой группе преданий, пророк сказал, «Я оставляю среди вас две вещи, если будете держаться, их никогда не заблудитесь. Это Коран и мой род». И сегодня мы попробуем разобрать, какой же из этих двух вариантов является достоверным, а какой нет. Вариация Коран и Сунна. Да, каждый из нас слышал этот известный распространенный хадис, в котором говорится, что пророк Мухаммад Салилулаху Алейхи Валива Салям завещал, «Я оставляю после себя две драгоценности, благодаря которым вы никогда не впадете в заблуждение. Это Коран и моя Сунна». Сунницкая школа очень часто оперирует этим хадисом, и в Сунницкой школе этот хадис встречается настолько повсеместно, что, казалось бы, и не должен вызывать никаких сомнений. Но, внимание! В Сунницкой школе есть шесть основных сборников хадисов, которые принято считать достовернейшими. Эти сборники – Сахи Бухари, Сахи Муслим, Сунана Абудауда, Ат-Эрмизи, Ан-Наса и Бен-Маджа. Эти книги – основа сунницкого хадисоведения. В них были собраны более 33 тысяч хадисов, которые считались достоверными по мнению авторов этих книг. И как вы думаете, кто из этих шести авторов включил хадис Коран и Суна в свой сборник? Никто. Бухари, Муслим, Абудауда, Ат-Наса и Ат-Эрмизи, и Бен-Маджа не сочли его достоверными и не предоставили честь ему находиться в их сборниках. Данный хадис находится лишь в некоторых книгах, не пользующихся особым авторитетом в сунницкой школе. А знаете, почему этот хадис не приняли эти авторы? А вот почему. Смотрите, есть такая наука в хадисоведении, как риджаль. В этой науке изучаются цепочки передатчиков. То есть ученые изучили передатчиков и дают им соответствующие характеристики. Они говорят, такой-то передатчик достоверный, ему можно доверять, а такой-то недостоверный. И хадисы от него не принимаются. Вот хадис Коран и Суна передан 10 цепочками передачи. И в каждой из этих цепочек имеется проблема. В этом видео мы ссылаемся исключительно на сунницкие авторитетные мнения и источники, а адреса наших аргументов вы можете видеть на экране, а после, конечно же, проверить. Итак, первая цепочка, по которой был передан хадис с вариацией Коран и Суна, это предание, приведенное в книге Абу Аль-Хасана Бахшара Тарих-Уль-Васид. Вот этот хадис на арабском, вот его перевод. Я оставил среди вас две вещи, после которых вы никогда не собьетесь с пути к книгу Аллаха и Суна его пророка. Тут адрес хадиса, а вот тут цепочка его передатчиков. В этой цепочке нас интересует вот этот человек по имени Ибн Минна. Ибн Минна является неизвестным, мачгуль, поэтому предание, естественно, слабое. Вторая цепочка. Вторая цепочка передатчиков также слабая из-за наличия в цепочке передатчика Язида Ракаши, вот он. Кстати, что-то я вам здесь показываю на экране. Это известный сайт Мактаба Аш-Шамииля. Это одна из крупнейших в мире онлайн-библиотек исламской и арабской литературы. Здесь можно найти нужную нам суннитскую книгу. Вот мы и нашли. В этом углу название книги. Тут том, тут страница. Я не буду зачитывать текст на оригинале, буду показывать, а сразу переводить на русский. Кому нужно, ищите по адресу, вникайте, все доступно. Итак, вот что о Ракаши сказали суннитские ученые. Ибн Саад сказал, он был слабым передатчиком, Кадаритом. Захария Ибн Яхья Аль-Халвани сказал, прелюбодеяние милее для меня, чем передача хадисов от Язида Ракаши. Как мы видим, и вторая цепочка недостоверная. Идем дальше. Третья цепочка передатчиков. Здесь присутствует слабый передатчик по имени Салих Ибн Муса Ат-Тальхи. Вот он. Он вообще был ослаблен очень многими суннитскими учеными. Посмотрите, что о нем говорят. Бахлюль Ибн Исхак говорит, что Яхья сказал, Салих Ат-Тальхи ничего себе не представляет, его хадисы не записываются. Бухари сказал, его предания ничего из себя не представляют. Можно перечислять дальше. Четвертая цепочка передатчиков. В ней находится Сейф Ибн Умар. Абуд Абуд сказал о нем, что он ничего из себя не представляет. А Насай сказал, что он слабый. Пятая цепочка передатчиков. Здесь расположился Ибн Лахия. И вот, что о нем говорит Захаби. Мое мнение, что необходимо поступать согласно тому, что его хадисы слабые. В шестой цепочке суннитские ученые говорят о передатчике по имени Ибн Абу Увейс. А Насай сказал, что он слабый. В другом месте сказал, что ненадежный. Ибн Хазм Вальмухаля от Абу Альфатха Альязди говорит, что Сейф Ибн Умар сказал, Ибн Абу Увейс выдумывал предание. В седьмой цепочке также имеются два слабых передатчика. Это Исхак Ибн Ибрагим Альхунейни и Кафир Ибн Абдулла Ибн Амр Ибн Ауф. А Насай сказал об Ибн Ибрагим, что тот ненадежный. Абу Хейсама об Амр Ибн Ауф сказал, что Ахмад велел мне, не передавай от него ничего. Восьмая цепочка. Здесь проблема с передатчиком по имени Аль-Вакиди Мухаммад Ибн Умар. Муслим и другие сказали, что его хадисы покинуты. А Насай сказал, что тот ненадежный. Девятая цепочка. Мухаммад Ибн Хумейда. Вот он. Фадель Ибн Аббас Аур-Рази сказал о нем, у меня имеется 5000 преданий от Ибн Хумейда, но я не привел от него даже одну букву. Интересно. И в заключении, в десятой цепочке, по которой передан хадис о Коране и Сунне, есть Ибн Абу Уэйса. Мы приведем слова Ибн Хаджара, которые коротко и ясно разъясняют положение о хадисах Ибн Абу Уэйса. Он говорит, нельзя ссылаться ни на один из его хадисов, кроме тех, которые были приведены в Сахих Бухаре, из-за того, что о нем сказали Ан-Насаи и другие. Итак, что мы видим? Известнейший хадис, получивший распространение в нашу эпоху, оказывается ненадежным и слабым преданием. Он передан десятью цепочками передачи и в каждой из которой присутствует ненадежная передача. Посмотрите, что сами суннитские ученые говорят о хадисе, в котором пророк Мухаммад якобы завещал следовать Корану и Сунне. Ибн Таймия в Баяну Тальбис Аль-Джахмия, том 8, страница 241, говорит, а слова пророка, книга Аллаха и моя Сунна переданы в слабом хадисе. Это говорит Ибн Таймия. Ибн Аль-Кейсарани Аль-Махдаси в Захира Аль-Хуфас, том 2, страница 10, 10, 10, 11, говорит, что предание Салиха Ат-Тальхи не принимается. Хасан Саккав говорит в толковании Атыда от Тахавия, страница 654, что предание, которое люди пересказывают друг другу и которое на кафедрах рассказывают проповедники, является выдуманным преданием и ложью. И его выдумали амияды и их последователи, чтобы отвлечь от этого достоверного предания окровных родственников, то есть об Ахлиль-Бейль. То есть говорит, что хадис, в котором говорится, что нужно следовать за Кораном и Сунной, а не за Кораном и Ахлиль-Бейт, является выдумкой. И что его изобрели амияды, чтобы люди не стремились к следованию за Ахлиль-Бейт. И власть амиядов имела среди мусульман ну как бы легитимный окрас. Ну правильно он и говорит, так и было, да и сейчас так есть. Но никому из современных правителей мусульман не интересно, чтобы люди считали легитимными правителями лишь семейство Ахлиль-Бейт. Никому. Поэтому достоверные хадисы впредь будут скрываться дальше, а фальшивые продвигаться дальше. Я оставляю вам две вещи. Пока вы будете придерживаться их, вы никогда, никогда не заблудитесь. Я оставил вам Коран. Я оставил свою Сунну. Если вы будете придерживаться того, что я оставляю вам после себя, то вы никогда не собьетесь с истинного пути. Это книга Аллаха и, как отмечается в достоверных преданиях, моя Сунна. Я оставил для вас две вещи. Если вы будете придерживаться их, вы не собьетесь с истиной после меня. Это книга Аллаха, Коран и моя Сунна. Я оставил вам две вещи. Книгу Аллаха и Сунну Пророка. До тех пор, пока вы будете держаться их, вы никогда не собьетесь. И оставил среди вас то, держась чего вы никогда не собьетесь. Книгу Аллаха и мою Сунну. Книгу Аллаха и мою Сунну. Перетерживаются Сунны. Сунны посланника Аллаха и Сунны праведных правительственников. Книгу Аллаха и мою Сунну. Ну, как мы видим, недостоверность вот этого предания почему-то не мешает некоторым группам использовать данный хадис. Удивительно, не правда ли? Причем используется вот этот хадис не просто наряду с другими, ну, так скажем, до кучи. Нет, этот хадис всячески выпячивается настолько, что неосведомленный человек не сможет и предположить, что этот хадис недостоверен. А теперь вариация по завещанию пророка, в котором он говорил «Я оставляю среди вас две вещи. Если будете держаться их, никогда не завладитесь. Это Коран и мой род». Вот эта версия хадиса, в отличие от предыдущей, как раз-таки присутствует в авторитетнейших сунницких сборниках. Вот, к примеру, Сахих Муслим. Хадис 24.08 в длинном хадисе ясно и четко говорится. Но я оставляю у вас две тяжести. Первая – это писание Аллаха и семью моего дома. На вашем экране Сахих Муслим. А кому фанатичность не помешает познакомиться внимательней, поставьте на паузу, почитайте или найдите по указанному адресу. Вот, кстати, он. Предание о том, что пророк завещал следовать Корану и Ахлильбейт, пришло нам как в шиитских сборниках, так и в сунницких. В сунницких сборниках данное предание передано, внимание, 39 путями передачи. А это значит, что это предание является мутаватер, то есть обладает высшей степенью достоверности. Предание о том, что пророк завещает следовать Корану и Ахлильбейт, передано в самых достоверных сунницких сборниках. Оно переведено в Сахих Муслим. А Сахих Муслим, ну, кто не знает, это тот сборник, предание которого, согласно единогласному мнению сунницких ученых, являются достовернейшими. Тирмизи также привел данный хадис. Да, вот он, да еще и не один. Данная группа преданий является достоверной, согласно и мнению сунницких ученых, таких как Альбани, Хачем, Нишапури, Хайсами, Захаби, Тауи. Что же получается? Хадис о том, что пророк завещал после себя следовать Корану и Суни недостоверный? Да, недостоверный. Так получается, пророк и не завещал следовать Корану и Суни? Завещал. Но только Корану и Суни в интерпретации его причистого семейства, являющихся гарантом правильного понимания и защиты от искажения. Интерпретации именно от определенных людей, а не от всех подряд, кто когда-то видел при жизни пророка. Я оставляю среди вас две вещи. Если будете держаться, никогда не заблудитесь. Это Коран и мой род. Посмотрите сюда. Если будете держаться, не заблудитесь. Следовательно, если не будете, впадете в заблуждение. И пусть задумается сейчас тот, кто не придерживается учения Ахлильбайт. Ничего не знает об этой семье или отдал предпочтение кому-то другому. Кстати, если вы все же считаете, что хадис Коран и Суна достоверные, и шииты, и все это выдумали, то мы предоставляем возможность всем желающим доказать свою позицию. Мы даже объявляли награду в размере 5 миллионов рублей тому, кто сможет доказать, что этот хадис достоверный хотя бы в суннитских источниках. Получите награду в размере 5 миллионов рублей. У вас все еще есть такая возможность. Внизу ссылка на видео. Посмотрите, кто не видел. А мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум.